Добрый день, друзья! Сегодня готовлю баклажаны и цукини вместе. Очень вкусное летнее блюдо. Можно подавать как самостоятельное блюдо и также как гарнир к любому мясному или рыбному блюду. Я использую сегодня цукини и баклажаны. У меня примерно 2 части баклажанов, 1 часть цукини. Килограмм 200 грамм. Если баклажаны крупные, как у меня, то нарезаем кружочками и можно разрезать пополам или нарезать четвертинками. Толщина кружочков приблизительно сантиметр или чуть больше сантиметра. И цукини также нарезаем крупными кусочками. Кусочки произвольные, но сильно не мельчите. И высыпаем в какую-то большую емкость. У меня вот такая большая чашка. Добавляю я чайную ложку соли, перемешиваю, пересыпаю в дуршлаг. И нужно оставить минут на 30, можно на час. Сверху я немножко придавила крышкой стеклянной и оставляю на час, чтобы баклажаны и цукини отдали лишнюю влагу. Сейчас я готовлю чесночок. Нам нужно его почистить и порезать ножом очень мелко. Или у меня приспособление есть приблизительно 6-8 зубчиков. Столько, сколько вы хотите по вкусу. Болгарские перцы также нарезаем не очень тонкой соломкой. Приблизительно также 1 сантиметр. Перцы берем абсолютно разного цвета. Зеленые, красные, какие у вас есть. И также я буду использовать 1 острый перчик по вкусу. Можете добавить больше или меньше. В зависимости от того, насколько острый перец. Я использую помидоры свежие. У меня черри. Помидорок приблизительно 350-400 граммов. Серединку я удаляю специальным приспособлением для удаления сердцевины клубники. Очень удобно. Так как помидоры всегда имеют такую костяную серединку, очень удобно пользоваться этим приспособлением. Овощи у нас стекли. И теперь я выкладываю на бумажное полотенце. И нужно хорошо промокнуть воду. Сейчас будем обжаривать в сковороде с двух сторон до румяности. Масло наливаем немного. Так как баклажаны имеют свойство впитывать все, что у вас будет в сковороде. И чтобы они были не очень масляные, Другую сторону я просто промазываю маслом, кисточкой, Чтобы нам после переворачивания не добавлять масла. Попробуйте. Это очень удобный вариант, чтобы баклажаны не были слишком масляные. Обжариваю с двух сторон и перекладываю на тарелку. Не нужно их делать слишком мягкими, так как они будут у нас в процессе еще готовиться. В эту же сковороду я добавляю также немного растительного масла. Высыпаю одну крупную луковицу. И пассирую ее приблизительно минутку или полторы до легкой прозрачности. И высыпаю сюда весь порезанный болгарский сладкий перец. И готовлю перец до приблизительно минутки 4-5 до 50% готовности, чтобы он был слегка мягкий. Подготовлю зелень. У меня укроп, петрушка, кинза. И добавляю сюда порезанный чеснок. И красный острый перец. Перемешиваю. Это у нас будет такая остренькая ароматная посыпка. В сковороду немного, примерно чайную ложку растительного масла. Третью часть помидорок свежих. Пассированный болгарский перец с луком. И слой баклажанов и цукини. В зависимости от того, сколько у вас овощей, можно цукини и баклажаны даже в два слоя положить. Опять добавляю помидоры. Посыпаю. Так обильно посыпаю хорошо зеленью с чесночком и с перцем. Добавляю еще один слой пассированных овощей. Выкладываю оставшиеся цукини и баклажаны. Добавляю оставшиеся свежие помидорки. Посыпаю оставшейся зеленью с чесночком. Немного у меня хмели-сунели, приблизительно пол чайной ложки. Можно немножко больше добавить. Немного соли по вкусу, так как я подсаливала только баклажаны и цукини, но у меня еще и другие овощи здесь есть в этой сковороде. И приблизительно 100-120 мл томатный сок и плюс чайная ложка сахара я перемешала вместе. Можно развести чайную ложку томатной пасты и 100-120 мл воды. Закрываю крышкой, ставлю на плиту, довожу до кипения и на среднем огне буду тушить 20-25 минут. Вот такое шикарное блюдо получилось. Можно подавать в столу в горячем виде и также бесподобно вкусное, холодное, как закуска или как самостоятельное блюдо. Очень вкусное. Сейчас лето, все овощи присутствуют на рынке, цены доступные. Готовьте с удовольствием. Я это блюдо готовлю чаще всего летом. Вкусно, легко и просто. До новых встреч, друзья! Была рада, что вы были со мной. Заходите на канал, смотрите другие рецепты. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok